А я только подумал, как жалко, что я не успел эту картину написать к награждению, чтобы выйти, чтобы вручить, а то я говорю, так вот натихую надо таскать. Ну что, еще не натихно, это не натихно. Загульба 98. Это восход. Он вставал в 6 часов. Восход. Восход. Солнце еще не натихно. Солнце еще не натихно. Да, еще у вас ждать. Я солнце нарисовал уже до... А тут еще ночью ходят. А тут еще даже звезды. Ну то вы очень близко смотрите. Гидорович, ей надо, во-первых, место, во-вторых, ей надо дать одно место. Вставал? Если это похоже на территорию, то я буду делать. Я буду делать. Я буду делать. Там что-то меньше, что-то меньше. Ну чем? Если это немножко будет, потом тут сделай, потом дальше. Это твоя первая работа или? Это как большой палаток. Как большой первая. Такого формата даже не представленный. Больше я никогда не писал. Без маленьких картинок. Вот такие вот. Это Жуков не сидит и закончил. Маленькие чайковские. Вот эти. А вот это уже... Это разве маленькие? Маленькие. Это маленькие форматы. Вот это уже бляжды. Побольше. Побольше. А это совсем большой. Это где-то, наверное... Это вот так, наверное. Вот такого полотна я даже не знал, что у нас сидит. Ну хорошо, что эти портреты вообще не все. Сидеть вот. Ну я начал с портретов. Я вот... А это вот первый тоже пейзаж. Пейзаж не рисовал. Причем, знаете, в чем сложность? Если каждое утро встаешь, предатель-таки тебе вдруг туман не видно. И я просыпался в 6 утра. Один раз есть зарево, другой раз нет. Потом солнце быстро встает и все. Уже когда-нибудь. Надо вот поймать... Там момент. Причем это бывает недолго. А я так и не поймал. Меняйте. Я позже встаю. Ну, председатель Союза у нас очень отстает. Вы знаете, они обомделили. Они думали, что это шуточки были. Они обалдели, что он на самом деле рисовал. Ты любитель, а ты далеко от любительства ушел. Говорит, ты надо в Союз. Я говорю, в Союз мне не надо. Союз это не обязательно. Он сказал, он будет первый среди дилетантов и последний среди профессионалов. Она с любовью написана. Хорошая, да. Ну, во-вторых, я рад, что мы все, кроме того, что он прекрасно поет и прекрасно играет, еще рисует. И пишет еще музыку. Музыку пишет, безусловно. Поет, играет, музыку пишет и книги пишет. Книги пишет. Он еще, это самое, по дому хорошо работает. Если вам что-то ремонтирует. Это ваше внутреннее дело. И что рисует. И вот эта картина, конечно, уже большая заявка на то, что он художник. И до сих пор, видимо, эта грань его таланта не была реализована. Это естественно. Вдруг, ваше прекрасный день. А? Сразу. Последний раз я, по-моему, рисовал где-то в 16-17. Потом бросил. Знаете, когда вот только ты появился, и о тебе фильм как-то снимали, ведь показывали, что ты... Это я специально для фильма сделал. Серьезно? Я до этого тоже долго не лепил, ничего. Ну, а лепил ты все равно? Конечно. Ну, в детстве. До 17-18 лет. Лепил, рисовал. Ну, а потом, видимо, голос и пение взяли вверх. Остальное, ну, где-то осталось. Развернуты. А теперь же наступила пора, когда надо и другие полосты своего творчества привести в действие. Вот и ты рисуешь правильно. Отец художник был просто по наследству. Да, я знаю, я знаю. Вот удивительно, да, гены как передаются. От деда музыку пишет, от мамы поет, от папы рисует. Единственное, что он не умеет, Гидар Ильич, что танцевать. Танцевать? Не умеет. А отец его танцевал? А, отец прекрасно танцевал. Танцевал. Это я знаю. А он совсем нет. Не умеет. Стесняется. Это как раз... Не надо. Нет, ну, танцевать – это не такое сложное дело. Нет, ну, я не на сцене говорю, а так, знаете... А так, что вот так. Да, какой-нибудь танго, например. Ну, он научится. 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 Научится, да. Нет, это хорошо. Я думаю, что раз у тебя уже это желание появилось, а тем более у тебя дар есть, способности есть, надо их использовать. Я просто очень боялся, что я, честно говоря, требовательно к себе очень отношусь. Мне всё не нравится. Как я раньше песни записывал, потом думаю, нет, лучше бы я ещё раз записал, но лучше бы я картины рисую, потом замазываю. Со мной как? Замазываю. Её портрет до сих пор не могу сделать. Не нравится всё. А очень боялся, что неужели, я думаю, уеду, я вам обещал к вашему юбилею мою самодеятельную картину. Ну, я думаю, не успею, не дай бог, всё. До последнего, наконец, вчера у меня это море получилось, потому что у меня то шторм, слишком много волн, то штиль. А мне хотелось, чтобы ты такое что-то не... Штиль немножко скучновато было. Вот такое. И вот вчера, наконец, закончил уже. Фархада попросил, я говорю, раму так дарить неудобно, какой-нибудь подбери белый. Сегодня вот буквально только что привезли, а поэтому не смог раньше прийти в Самару. Ну, спасибо. Ну, во-первых, я рад, что ты уже рисуешь такие картины фундаментальные. Да, полотна прям. Полотна, да, полотна. Ну, во-вторых, мне приятно, что ты эту картину даришь мне. Это первый подарок вообще его, как художник. А, как художник. Караулов у меня всё просил, когда подарил картину, я говорю, нет, пока нет. Поэтому спасибо, я благодарю. А для меня это, в общем-то, тоже ценно, потому что картин у художников, ну, меня... У меня есть, да. Да, да, имею. Ну, а картины, написанные Мусимом Магомаевым, певцом, который до сих пор не давал о себе знать, как художник, это, конечно, имеет большое значение. Поэтому спасибо, я его, конечно, буду беречь и в себя буду хранить и буду периодически, естественно, смотреть. Дейдор Альич, мы принесли тут журнал «Персоны», тут статья нашего земляка Рустама Ревджиана. Он вам рассказывал, но с каким портретом. Это о Тамаре, обо мне, и тут о вас есть. Так, на досуде, если будет время, я знаю, время не читать. У вас документы надо читать в основном, ну так. Ну, это такой роман, наш роман. Очень симпатичная статья, но я приветствую, потому что там упоминается, как вы нам в Баку сделали свадьбу. Это у нас очень такой, знаете, элитарный журнал «Персона». Да, тут очень редко сюда можно вообще прорваться. Это новый, да? Да, новый, новый. Тут о таких, в общем, на их взгляд, интересных людях, об интересных людях. Ну, это прекрасно. На следующей странице. Тамара красиво здесь очень. А я очень сижу какой-то. Он тоже стоит. Он в образе, он как раз собрался что-то рисовать, по-моему. И Тамара, и Муслин. Ну, небольшая статья, но очень приятная. Очень хорошо, я с удовольствием почитаю. Это вам, на память. Спасибо, спасибо. С удовольствием почитаю. Ну, в общем, я вам сказал, что хотел ваш портрет писать, уже начал. Во-первых, мне не очень нравилась фотография. Помните, вы нам подарили? Ну, в Загульбе фотографировали. Вы там маленькое лицо. Почему же? Вы же не дадите мне писать, у вас с натуры сидит. Слушай, Дедка, чего не подаришь? Иди дашь мне мою фотографию. Нет, мне нужен красивый портрет. Нет, это были у нас фотографии. Помните, вы нам подарили два пакета, очень хорошие фотографии. Но мы там как-то, ну, по шутя снимались. Но это не портреты. Это не портреты. Это мы с вами там. Он вот меня отрезал, а с вас начал рисовать. Ты сегодня подбери разные. Вот, на взгляд. Такое, чтобы можно было нарисовать красивый портрет. Для портрета. Да. Отбери разные, сделай. И сегодня, чтобы вечером было. Нидорович, простите, пожалуйста, я вас перебиваю. А вы помните, мы собирались по поводу дня рождения Муслима. Нас тоже фотографировали. Наши московские гости спрашивают, они при там фотографии. Даже звонила, это самое... А что, да? Хорошо. Саша Шохина, жена сказала, говорит, а нам фотографии. Все, а, чтобы им было, и их костям было. Мы завтра только уезжаем. И сегодня, и то, и другое. И завтра вечером, а зал. Вам огромные приветы от них. Они звонили уже. Саша звонил, чуть ли не каждый день звонит сюда. Они уехали? Они уехали. Нет. А Шохины уехали. А наши приятели еще, вот Наташа Троицкая и Миляев, они остались. Они завтра с нами, да. Они завтра улетают. И, в общем, они в таком восторге. Они уже все говорят с бакинским акцентом. Нам так понравилось. Да, они говорят. Хорошо.